Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Wabon Games. И знаете, друзья, я вот честно не хотел чего-то подобного вообще делать и влазить в это во всё. Я ни слова практически не проронился, кроме того, что писал в своём паблике на тему вот этого вот конфликта Панды и Эваниона. Показал, что хайп на эту тему сейчас подугас и всё, всё заканчивается. Но тут я вот просто не могу этого не сделать, не могу не записать реакцию. Знаете, на что? Андрюха Сипскана, с которым сейчас мы очень неплохо общаемся, тут выпускает дисс на Эваниона. И по его группе ВКонтакте было понятно, что он что-то будет делать, потому что, ну, много прям вот отрицательных отзывов он писал на Максима. Андрюха, если вдруг кто-то не знает, он музыкант вообще. Вот, и я когда только с ним познакомился, то есть про это рассказывал в каких-то своих видео, что он и футбол играет, и музыкой параллельно занимается. И, конечно, вот именно от человека, который ещё и в этом шарит, прикольно это всё будет послушать. Ну, а потом я вам расскажу в концовке ролика своё отношение к Максиму Эваниону, свою небольшую, типа, историю, потому что там она большой и быть не может. Ладно, смотрим, давайте. Дисклеймер Тут только факты Ну, ну, наверное, это, наверное, это шутка, да? Ладно, Андрюха с таким грозным, что ли, взглядом, потирая ладоши Был типа про по лонгшотам, это прошлое что-то Был типа про по лонгшотам, это прошлое что-то Ну, да, наверное, наверное, потому что Эванион постоянно хвастается тем, что я лучше всех бью лонгшоты, король лонгшотов Но Андрюха его зацепил за это Ой, это жёстко, это пожёстче, чем Эванион на панду гнал Ну, тут, я думаю, объяснять ничего не надо, да? Слушайте, а мне нравится, ну, мне подача Андрея нравилась и до этого Я смотрел его прошлые клипы, вот И, как бы, подача у него всегда такая достаточно жёсткая Он, в общем-то, и прославился своими разоблачениями фиферов Потому что достаточно, ну, жёстко высказывал свою позицию И помню даже мне, когда он выпускал ролики, было так чуть-чуть дискомфортно Я попадал в его видосы и мне казалось, что Меня так как-то, блин, прям тычат в то, что я где, я чуть-чуть не такой Я, конечно, буду ждать реакции Эваниона Но она, я думаю, будет скоро Слушайте, я тоже бороду ношу Ну, надеюсь, меня не только борода отличает от Катюхи Потому что это, вот это сейчас звучало очень неприятно Это да, да, зацепил, зацепил Надо будет потом у Андрея узнать, он сам писал текст Но я думаю, что сам писал, в отличие от Эваниона Ну, про яйца мы и так все знаем За яйца цепляет, как говорится Переоделся Ведь пума заплотит Переобулся Ведь панда был против И дяди с фирмы Стали сомневаться робко Ведь фэны гуглят Как не стать таким уёбком Знаете, честно, вот ритм такой настолько спокойный Что почему-то сейчас кажется, что он куда-то перейдёт Вот во что-то более жёсткое Маска крутая И вообще хочу узнать, с кем Андрюха записывает Мы все знаем, что он не так давно переехал в Москву Ну, если вы не знаете, то жил он в Сибири Кого же он позвал? Есть у меня одно подозрение Ну, сейчас посмотрим И ты вынужден сосать Ну что, друзья, сказать Картинка хороша У Андрюхи она всегда в порядке Подача великолепная Ну, что, подозбрали Антураж у клипа хороший Мне пока всё нравится Просто конкретно 10 человек Говорит, что ты мне не нравишься И всё В общем-то Уже 3 человек Короче, он переплюнул Леваниона в хэштегах И решил их несколько разных Ну, тут да, тут пожёстче Тут не паразитом не отмажешься, как говорится Ну, я думаю, тут сильно объяснять не надо, да? Все знают, что любимая песня Кефира — это фантазёр А Андрей считает, что Эва не он фантазёр По зёрнышку собрал антиправду Позёр, я же молчу, что твоя баба была год на панели А у бывшей два аборта было на самом деле Ну, а вот здесь Андрюха всем понятно, я думаю, зацепил Леваниона за то, что Макс, вот те факты, которые он приводил в своём дисе на панду, он как бы их подтянул от левых разговоров По зёрнушку собрал антиправду Позёр Ну, да, чтобы как-то оправдать себя, ему пришлось хоть что-то отвечать панде Но, как говорится, там правды, а то и может вообще нету Ну, и понятно, что в ответку придуманы факты Потому что, ну, нельзя так неправду про людей говорить Я ничего против про Алину не имею Замечательная девчонка Вообще, если честно, жалко, что близкие, вот, конфликтующих ещё попадают в данную ситуацию Но, ну, это как на рэп-баттлах Просто надо абстрагироваться, это не про тебя Да, мы знаем, ты баран, но ворота не трогай хотя бы Да, ты бородатый, но далеко не хотабы Ну, я думаю, это всем понятно Про ворота и Эваниона все знают Когда он угол ворот немножко изменял Отсылку про Хатабыча Ну, друзья, я надеюсь, всё-таки, даже если вы достаточно молоды Вы видели этот прекрасный советский фильм про старика Хатабыча Где они пошли на футбол, и он там из бороды дёргал волосы И ворота увеличивал или уменьшал Подставляешь корешей, нагло пиздишь в лицо Я будто смотрю кино, но ты не Виктор Цой, нет Друзья, претензий к Максиму очень много Сказать, что они необоснованные, нельзя сказать Они, конечно же, большинство из них всё-таки Да и сам Макс понимает, что он, ну, реально много накосячил Поэтому он и выпускал видео, где извинялся Но я по поводу этого видео говорил, что вот человек извиняется Да и панда про это сказал Он извиняется, извиняется, но там на всё не наизвиняешься, как говорится, это раз Просто теперь вот отношение, к сожалению, вот такое выросло у общественности Ну и ещё раз хочу напомнить всем, кто не читал мой паблик Почему ты, Макс, до сих пор не извинился перед Димкой-фаворитом Вот как по мне, так это такой жёсткий зашквар Почему ты своим подписчикам, когда он тебя обыграл в полуфинале Просто в компьютерную игру Твои подписчики накинулись на него и сказали, что Дима, сдохни Там пацан бедный, я не представляю, как он охреневал от всего этого Так вот, почему просто ты не взял и в следующем видео Или хотя бы в своём инстаграме не сказал Ребята, не трогайте Диму, он тут ни при чём Для умного человека это было элементарно, такой поступок сделал Тем более ты в комьюнити Ну это нормальные вещи Понятно же, что он сам не виноват, что игра ему помогла Даже если это и так У меня была эта пиздец, как большая претензия к Эвине Ону Он просто промолчал Подумал, что, ну раз они за меня, тогда я и не буду их, ну как бы, оттягивать Как собаку, знаешь, натравил Но он не травил вроде, он как бы просто на эмоциях сказал А собака сама стала за хозяина заступаться Но при этом, ну ты же объясни Объясни, они же не собаки твои подписчики Они же здравые всё-таки человеки Они поймут, что Друзья, это не так, не надо так делать Пацан ни при чём Проиграл, проиграл, следующий будет турнир, выиграю Да ты потом в вагере у него выиграл Короче, вы поняли Ты не борец, но будто бы профи Ты кидаешь людей Давай на колени, либо ты будешь вниз дальше лететь Толпа годовалая, негодовала Типа этого мало Рука, лицо, а нет Лучше нога ебала Вот это классно Вот это хорошая рифма И это, ну вот именно не по отношению к Максиму, конечно А просто по отношению вообще к Дису Это хороший подход Вот это было сейчас правильно Не рука, лицо, а нога по ебальнику Друзья, только сейчас после второго припева я понял, что это же группа Хлеб и у неё есть такая песня Эба И, конечно, Сипскана просто спародировал этот танец Вон оно что Ну прикольная отсылка Танцы очень веселые в метро Я так понимаю, это ночью снимали ребят Когда там уже в вагонах никого нету Я же захотелось повторить это движение Так Ааааа, вот так вот, да, ну ясно всё Ну если вдруг кто-то не понял Это Паша Ну Паша Космос, короче, тоже Человек, с которым я замечательно общаюсь И привет ему Ну поучаствовал в создании клипа Сипскана Получилось неплохо у ребят Но, кстати, Паша ты же, ты же, ты же играл вагер против Эваниона, и помню он тогда говорил мне, что Эванион вроде как нормальный парняга, потому что, когда я проводил турнир среди фиферов в прошлом сезоне, Паша предлагал позвать Эваниона, нет, друзья сейчас вот как раз таки буквально прошло минутку, и Паша мне тут написал по поводу Эваниона, я задал ему этот вопрос, он пишет что, да, я думал, что он нормальный тип, и игнор, когда я скидывал ему деньги, был случайностью но оказалось, что он просто хуеплет, но тут я думаю, скрывать Паш на слова нет смысла тем более, что он просто показывает в клипе, вот, средний палец после рекламы яиц двигания штанг, такого же игнора других пацанов, он поменял свое мнение, так что, ну вот так вот некоторые действия меняют мнение к тебе и вот пример тому, клип мне понравился дис здоровский, это именно дис, вот, конкретный в клипе практически нету ни одного лишнего слова все по делу, по фактам и вот очень много отсылок и я, конечно, попытался вам все это рассказать но, если я вдруг что-то упустил то пишите об этом обязательно в комментариях а по поводу моего отношения к Эваниону, честно могу сказать я сразу подозревал, что этот человек достаточно такой, титроватый что ли, я не знаю, у меня с ним нет никакой истории вообще кроме одного маленького момента я когда-то попал к нему на обложку когда он только-только начинал свою деятельность и вот прям начал подниматься обогнал меня по подписчикам ну, что-то там, может быть, в районе 100 тысяч у него было и я помню, я находился в Ростове на матче Манчестер Юнайт по-моему, Ростов 9 марта, ну, друзья, вообще ровно год назад это было и у него есть такое видео на канале называется самый лысый драфт и на превью этого видео стоит на обложке моя физиономия ну, она там среди нескольких футболистов но меня там конкретно видно карточка сделана подписана в Абон вот, и моя фотография без кепки я ничего страшного в этом не увидел абсолютно ничего страшного но единственный момент меня он об этом не спросил а насколько я знаю Макс обложки делает сам себе это не точная информация но у меня есть очень большое подозрение что он сам делает себе эти обложки он у меня на тот момент уже был в друзьях но мы с ним не переписывались вообще ни одного слова и я ему как бы написал Макс типа я на обложке и смайли думаю, ну, хоть что-то он ответит прочитал и проигнорировал больше я ему не писал кроме одного раза когда хотел позвать его на не на турнир фиферов а в свой проект у меня там была одна рубрика была и я там с фиферами записывал разные видосы причем с достаточно известными Герман, Гудмакс ну и все такое и он опять же прочитал и не ответил вообще ничего а дальше я только слышал от других фиферов не самые лестные отзывы ну и видел то, что он делает на ютубе дальше, ребят, делайте выводы сами мне Максим ничего плохого не сделал я в этот конфликт лезть не лезу но клипсив сканы мне понравился все, надеюсь вам понравился мой вот этот вот видос на реакцию я даже не знаю как это правильно назвать но вот так это наверное делается если понравилось ставьте лайки если есть что сказать пишите комментарии ну и до скорых встреч всем пока Пау-пау, любишь хэштеги вирусы Пау-пау, но и здесь тебя вынесут Пау-пау, любишь хэштеги вирусы Пау-пау, но и здесь тебя вынесут